теперь еще один такой вопрос я вчера посмотрел специально сайт государственной думы посмотрел кто стал депутатом от какой фракции какие комитеты но меня на самом деле информация размещенной на этом сайте шокировал почему ну во первых они увеличили количество комитета было 26 стало 32 но даже не это самое главное а самое главное то что практически во всех комитетов за исключением таких больших как бюджетный комитет там по международным делам количество членов этих комитетов стремится к нулю а и руководящий состав этот этих комитетов он просто вызывает отрапи вот в качестве примера комитет по культуре который возглавляет госпожа импульска значит она председатель комитета у нее четыре первых заместителя два простых заместителя и два рядовых члена есть комитет и вот такая картина практически по всем комитетам госдома там какая-то зарплатная надбавка идет я не знаю насчет там персонального автомобиля и так далее ну сам статус понимаете то есть хочется людям чтобы у них не рядовой депутат был на первый заместитель прессе слушайте ну да чем мы скатились вообще там например в этом комитете по идее должен был быть николай бурляев я когда с ним разговаривал он не сказал что он в этот комитет пойдет работать но совершенно очевидно это известный деятель нашего ожидать любитель нет нет председателем там стал не имеют вот кинематографический фестиваль ведь кажется даже это видеть да но он известный кинематографист режиссер актер продюсер и так далее так далее у них там довольно сложное отношение с им польской ну им польской вообще мягко говоря вызывает у меня отторжение я до этого к ней относился но с такой долей симпатии когда она в свое время выступала на госсоветах говорила правильные вещи говорила в общем-то красиво изящно и так далее так далее все хорошо знали что это была креатурой михалкова что именно никита сергеевич ее продвигал на по служебной по карьерной лестнице она стала главным редактором газета культура когда-то это был орган цикла затем она вошла во всевозможные президентские советы где как раз получила право витийствовать видимо там ее заметили поставили галочку вперед из песни в прошлом составе госдумы она стала депутатом от единой россии вошла в этот самый комитет по культуре там председателем комитета тогда был станислав говорухин он эту должность занимал уже не первый раз но он к тому времени уже тяжело заболел по моему у него был лейкоз он практически прошлый созыв госдумы не работал а восемнадцатом году как известно скончался и она фактически сменила его на посту председателя этого комитета я имел неудовольствие я вот это слово хочу подчеркнуть не удовольствие с ней познакомиться лично и переговорить но я много встречал жизни не лиц приятных и неприятных вообще людей но она вот в этой градации точно занимает место в первой тройке я как-то приехал по моему девятнадцатом году на эфир к соловьеву но там был эфир посвященный на по моему обороне ленинграда если я не ошибаюсь и она как раз была там в комнате отдыха где там пили чай или эти пирожки знаменитые слабьевский и так далее и у нас завязался разговор по поводу культуры тех материалов которые там печатать так далее такого пренебрежительного отношения к своим коллегам журналистам сотрудникам газеты культура я вообще не ожидал от нее через губу она и со мной также разговаривала настолько неприятная женщина с какими-то заштабованными представлениями вообще о сущем на земле о своем месте в этом мире так далее но потом стало известно что она и смехал ком разругалась на этой же почве на почве такого общения но на почве вот этих непомерных амбиций и самооценки непомерных она считает что вот она такая одна единственная неповторимая поэтому ей дозволено все но вот думали что в этот состав госдома она не попадет но случилось то что случилось и она опять возглавил этот комитет по культуре на меня сразу возникает вопрос мы же все не слепые котята мы видим что у нас происходит с нашей отечественной культуры видим в том числе с театральным искусством вот посмотрите например театр на таганке ведь что обещали губенко как клялись и божились на его могиле власть придержащие по поводу его театра что нет нет мы наследие николая николаевича сохраним никоим образом не дадим исчезнуть театру содружества актеров таганки все лучшие традиции этого театра будут сохранены и что по факту не успел николай николаевич обрести вечный покой тут же назначает апексимова директором этого театра она до этого была директором старой таганки то есть любимовской таганки и назначают директором этого театра и сейчас произошло уже не фактическое а юридическое слияние двух театров то есть все наследие губенко похерили практически все его спектакли снятость с репертуара трупа этого театра половина разбрелась так сказать на вольные хлеба кто вас оказался на передок слабый перешел в эту объединенные трупы и все это делается под благими лозунгами что дескать вот в день годовщины рождения основателя театра а у него был 30 сентября день рождения насколько я помню юрий любимого надо преодолеть вот этот раскол хватит нам вот эти линии раскола надо объединяться на единой платформе и мы вот так это по идейным соображением произошел раскол это был принципиальный ши раскол когда любимых собирался делать из своих актеров рабов он и мы это прямым текстом говорил а губенко возвысил свой голос защиту на во-первых раба с барабаш да нет но он возвысил свой голос во-первых в защиту культуры подлинной культуры а во вторых он на будучи советским человеком до мозга костей просто но на генетическом уровне на ментальном уровне не принимал такой подход человеку вообще неважно это актер токарь там шахтер учители так далее так далее ну все это где где голос той же им польской защиту наследие выдающегося советского и российского режиссера и актера губенко где но поставьте на одну доску апексимову эту профсетку и губенко это небо и земля плюнули в душу жанне болотовой я хранил николай николаевич я жанна болотова хорошо знаю для горжусь что она ко мне относится с большой симпатии мы время от времени с ней общаемся и так далее ей обещали это даже московские власти в лице тогдашнего председателя мозгу рдума шапошникова что нет нет ни в коем случае никакого слияния не произойдет и вот оно случилось понимаете ну кому тогда верить то есть просто какая-то мерзость я в связи с этим вспоминаю слова толерана я в свое время писал диплом о венском конгрессе особенно по истории русско-английских отношений на этом конгрессе по польскому вопросу и по саксонскому вопросу они были наиболее острыми и вот активным участником этого конгресса был шарль морис толеран понятно что для того чтобы написать полноценный диплом мне надо было познакомиться со всеми персонажами в том числе и с толераном я безусловно знал об этой фигуре потому что мы в курсе новые новейшие истории изучали в том числе и историю франции историю европейской дипломатии но у меня знания были довольно поверхностные как у любого студента здесь я погрузился в эту тему нашел несколько статей потом купил специально книгу борисова юрий борисов доктор исторических наук профессор который был нашим послом одно даже время во франции он написал отдельные исследования по толерану и так далее толеран закате своих дней оставил мемуары где кстати написал что мемуары пишется лишь только для того чтобы представить глазах потомков лучше чем ты есть на самом деле циник но вполне себе правдивый ценник да так вот он там написал знаменитую фразу которая мне кажется надо каждом российском городе при въезде при выезде повесить а он знал о чем он писал потому что его не случайно называли слугой всех господ он и людовику шестнадцатому служил и директории и наполеону и людовику восемнадцатому и луи филиппу орлянскому всем успел послужить еще был агентом русской разведки и он там написал такую фразу своих мемуарах целые народы пришли бы в ужас если бы узнали что ими правит какие мелкие людишки властвуют над ними понимаете предсказуемые конечно понимая это не я сказал не вы не какой-то человек с улицы это бы сказал человек который всю жизнь был во власти служил такому количеству руководителей французского государства и знал с кем он имеет дело да и не только французского государства он хорошо был знаком вообще со всей европейской элиты на том же венском конгрессе он и силен кто нам из касслери и с метр нихом и александром первым и чертарыським и другими членами русской делегации очень плотно общался хорошо знал и того же ганденберга премьер-министра пруссии прусского короля фридриха вильгельма и так далее так далее но он сознанием дело это написал но вот я когда гляжу на нынешних так называемых политиков у меня время от времени всплывает вот это знаменитое изречение толерана так что